Что за лекарство стриптоцит? Когда помогает стриптоцит? Кому противопоказан стриптоцит? Смотрите видео до конца и узнаете, в каких случаях поможет стриптоцит. Друзья, наша команда постоянно ищет новые методы и рецепты для вашего здоровья и долголетия. Каждому из нас важно чувствовать, что мы приносим пользу. На этом все держится. Поэтому просим тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, подписаться. Не забудьте нажать на колокольчик и выбрать параметр «Все уведомления». Стриптоцит является противомикробным препаратом из группы сульфаниламидов. Используется только для наружного применения в виде порошка или мази. В таблетках он не выпускается и не продается на территории РФ с 2008 года. Что за лекарство стриптоцит? Это первое из полученных средств из группы сульфаниламидов, применяемых при различных воспалениях, вызванных бактериями. Стриптоцит блокирует способность микроорганизмов к размножению, тем самым останавливает процесс воспаления. В качестве таблеток уже не используется, но сохраняется актуальность применения в виде порошка или мази. Порошок выпускается в навесках по 2, 5 и 10 грамм. Наносится порошок на очаг воспаления, перевязки проводятся через день. В виде мази применяется 10% состав на вазелине. Наносится либо непосредственно на рану, либо на марлевую салфетку и накладывается на раневую поверхность. Когда помогает стриптоцит? Стриптоцит оказывает положительное воздействие при нанесении его в очаги гнойного воспаления. Обладает противомикробным действием преимущества на стафилококке и стриптококке, но может задержать развитие кишечной палочки, синегнойной палочки и клостридий. Чаще всего применяется при присоединении вторичной бактериальной микрофлоры при ожогах различной степени выраженности и инфицированных ранах. Возможно местное применение в составе комплексной противовоспалительной и антибактериальной терапии. Помогает улучшить состояние и уменьшить количество возбудителей при инфекциях, одним из проявлений которых является воспаление кожи. Так, возможно применение при роже, особенно если это бульозная форма, и постепенно пузыри вскрываются с образованием эрозивных поверхностей. Возможно использование при кожной форме сибирской язвы и чумы. Обладает противомикробной активностью в отношении возбудителей этих болезней. Максимальная суточная доза нанесения порошка не должна превышать 15 грамм. Мазь, содержащая в качестве активного средства стриптоцит, применяется при лечении местных воспалительных состояний, требующего не только противовоспалительного антибактериального эффекта, но и способствующих регенерации кожи и уменьшению болевых ощущений. Поскольку в состав мази входит вазелин, способный улучшать обменные процессы в клетках кожи и вызывать стабильный рост молодых клеток, то использование стриптоцидовой мази оказывает комплексное воздействие. Возможно использование стриптоцидовой мази не только в местах образования очагов гнойного воспаления, но и в области послеоперационных швов, особенно после операций, связанных с ликвидацией гнойных очагов воспаления. Наложение повязок со стриптоцидовой мазью оказывает как лечебный, так и профилактический эффект и не дает присоединиться вторичному воспалению. Может применяться как средство для домашнего использования при лечении панорициев, нагноившихся укусов насекомых, фурункулов. Может использоваться на очаге воспаления на слизистых оболочках. Применяется при кальпитах у женщин и баллонопаститах у мужчин. Перевязки необходимо проводить один-два раза в день. Кому противопоказан стриптоцид? Использовать стриптоцид в качестве противомикробного местного средства не рекомендуется в следующих случаях. Во время беременности и периода кормления грудью. При наличии аллергии на сульфаниламидные препараты. В случае тяжелой потечной недостаточности. При заболеваниях крови. Использование стриптоцида для местного применения может сочетаться с антибактериальными средствами системного воздействия. В период использования стриптоцида рекомендуется пить больше жидкости, не прекращать применение средства, если сохраняется воспаление. При развитии аллергии прекратить использование. Стриптоцид хоть и употребляется довольно давно, но в качестве местного противомикробного средства еще не потерял своей актуальности.